не совершить никаких компрометирующих поступков, то человек от природы слаб, имеется у человека окружение в виде жены, мужа, детей, материальных ценностей, интересов в бизнесе и так далее, за которые он может переживать и беспокоиться. Это тоже может быть как способ воздействия одного человека на другого с целью получения какой-то информации или совершения каких-то действий. Мотив может быть просто самый обычный, фактор боли. Человек, опять же, может иметь безупречную репутацию, но, к сожалению, как раскаленный утюг ему на живот положит, он расскажет все, что знает, все, что не знает. Это, к счастью, сейчас не так часто применяется, но вообще исходить надо из того, что человек все, что он знает, он может рассказать. Дальше речь идет просто о способах воздействия, о средствах, о методах, мерах, целесообразности и так далее. Поэтому в кадровой безопасности, как правило, исходит из того, что все информационные ресурсы, которые человек знает, он может их разгласить и может их рассказать. Есть такой мотив, допустим, сексуальная эмоциональность, так называемая. Это не шантаж, это подставление сексуального партнера с целью получения информации или заставление совершить какие-то противоправные действия. На уровне мировой практики вспомним разведчицу Мата Хари в Первой мировой войне. В общем-то, она как зарабатывала информацию? С помощью своего тела. То есть это, так скажем, тоже как канал, может быть, не на каждом шагу встречающийся, но как канал получения информации. Есть некоторые мотивы, то есть мотивы получения информации, назовем так, национальные мотивы. Наша страна, к счастью или к несчастью, многонациональна. Бизнес частенько строится именно по национальному признаку. Если в одной организации будут люди одной нации, в другой организации, являющейся конкурентом, будет человек этой же нации или народности, то каналы воздействия, то есть мотивы могут быть именно на национальной основе. Мы с тобой одной крови, с одного населенного пункта, с одного региона, расскажи, поделись и так далее. Случаев в жизни достаточно много. Мотивы могут быть, допустим, религиозные. Хотя это в бизнесе нечасто встречается. Наша страна, к счастью или к несчастью, опять же, нам больше, к счастью, много религиозное. И получение информации может идти как раз по линии различных религиозных мотивов и религиозных аспектов. Есть мотив, допустим, связанный с депрессией. То есть человек, имея определенные психологические особенности, связанные с каким-то, скажем, депрессивным состоянием, то есть либо он вводится в специальную состоянию депрессии, либо, в принципе, он периодически может попадать в состояние депрессии, в состояние аффектов, в состояние каких-то, так скажем, психологической неравновешенности. И в этот момент у человека получают информацию или заставляют его разгласить или совершить какие-то действия. Есть мотив, связанный, допустим, внутренний авантюризм человека. Внутренний авантюризм. Внутренний авантюризм человека. Значит, ну этот мотив как самостоятельно, он, как правило, не применяется. То есть этот мотив идет в связке с какими-то иными мотивами. То есть понятно, что не обязательно может быть один мотив. Мотивов для получения информации может быть несколько. В основном этот мотив, связанный с внутренним авантюризмом, он применяется для какого-нибудь молодежи, которым нравится играть в Штирлисов, в разведчиков, в каких-то, скажем, такие вот авантюрные игры. Тоже такие случаи встречаются. Значит, есть мотивы, связанные с, допустим, психологическими вещами. Основа – это психология. То есть мотив получения информации. В основном здесь я немножко подробно остановлюсь. Два сейчас варианта распространены. Это так называемый NLP, нейролингвистическое программирование. И это гипноз. Ну, гипноз – это более жесткий вариант. Он, в общем-то, применяется, может быть, не на каждом шагу, но, тем не менее, применяется. NLP сейчас применяется достаточно широко. Ну, в двух словах я просто нарисую всю эту вещь, используя элементы NLP, как в кадровой работе, в том числе в кадровой безопасности. Значит, NLP, нейролингвистическое программирование – это, ну, применяли ее достаточно давно, еще, наверное, там, несколько веков назад. Впервые заговорили об NLP, если я не ошибаюсь, по-моему, англичане во Второй мировой войне, и стали применять элементы NLP именно разведчики, английские разведчики. То есть как сделать так, чтобы добиться расположения человека, получить от него информацию. на научную основу перевели это американцы, где-то, по-моему, в 50-х годах, и вообще по книжкам считается, что NLP – это, в общем-то, американский продукт. Вот, хотя это американцы, они просто сделали научное обоснование и положили все это на научную основу, а сами способы, сами методы NLP, они были достаточно давно уже развиты. Вот, ну, применяется несколько, так скажем, моментов, связанных с NLP. Ну, в частности, если вы хотите добиться того, чтобы, ну, скажем так, войти в некий контакт, доверительный контакт с человеком с целью получить от него информацию, да, ну, есть такой принцип подзеркаливания, допустим, в NLP применяется. То есть вы дублируете движение, походку, там, как бы, дыхание другого человека. И через какого-то время настекает, становится определенный комфорт между вами и достигается определенное, там, как сказать, расположение одного человека от другого. И можно, так скажем, уже попытаться у человека получить информацию. Ну, дублирование, что я имею в виду? Человек сидит вот так, в такой позе, вы в такой же позе сидите. У человека определенное дыхание, вы подстраиваете под его дыхание. Если говорить про безопасность, допустим, воры-карманники очень широко применяют этот способ, вот, когда, там, поздняя электричка, сидит человек и, так скажем, дремлет вот так вот. Садится этот, допустим, вор, и рядом тоже начинает так же покачиваться. Через какое-то время начинает определенная быть, назовем так, гармония у этих двух людей. И этот, допустим, этот воришек, он может просто сказать, там, давай кошелек, и тот совершенно спокойно ему отдаст. Просто в рамках, назовем так, вот это, вот, взаимоотношений между друг другом на уровне, вот, нейролингвистического программирования. Допустим, NLP, ну, немножко я тоже расскажу. Это способы передачи информации, способы убедить чего-то человека, чтобы что-то убедить человека в чем-то, что-то сделать или что-то разгласить. Вот, ну, у нас у каждого человека есть определенные, как сказать, каналы получения информации. Все люди делятся на, так называемых, аудиалистов, визуалистов и киноэстетиков. Вот, то есть аудиалисты – это те люди, которые воспринимают мир через, назовем так, органы зрения. Да, вот им надо все увидеть. Вот они говорят, я вижу там. У них определенное, для того, чтобы добиться расположения этих людей, то есть заставить их разгласить какую-то информацию, надо передавать им информацию через их, назовем так, органы зрения. То есть им надо все написать, там, надо хорошо выглядеть, так скажем, потому что для них это первичная информация. Допустим, аудиолисты, они воспринимают все на слух. Вот они говорят, я слышу. И для того, чтобы добиться их расположения или заставить их что-то сделать, заставить их, допустим, разгласить информацию, необходимо передавать им информацию через органы, назовем так, именно слуха. Если говорить о третьем направлении киноэстетики, ну, они обычно говорят, я чувствую. Продолжение следует... Продолжение следует...